Слёзы на глазах присутствующих далеко не от счастья. Потерявшие молодых сыновей, мужей и братьев, женщины каждый год 15 февраля приходят к памятнику погибшим в Афганистане. Их не останавливает ни холод, ни снег, ни ветер, как не останавливало их мужчин идти к победе. Спустя 34 года боль, утраты всё так же свежа. Я потеряла мужа. Самое дорогое, что было. Только потом. Сначала, когда жили, вроде бы даже и не подумали, что когда-то может быть такое. Даже не думали, что такая будет боль. Такое будет горе. Вот сегодня, в этом году уже 38-я годовщина, как я вдала. Страшно. Но мы боремся, мы живём и будем жить. Более 15 тысяч погибших советских солдат, из них 105 ульяновцев, не вернулись домой. Среди них и Николай Фёдоров, который отдал жизнь при выполнении служебного задания. Посмертно награждён орденом Красной Звезды. Его имя и подвиг помнят друзья, родственники и подрастающее поколение. Вот я сейчас держу фотографию своего однокашника, Коли Фёдорова, которого я помню, молодым чубастым курсантом, лейтенантом. И вот эта дата сегодняшняя, это наш День Победы, можно так сказать. Недавно я проводил урок мужества в 52-й школе, в которой он учился. Там тоже на школе выковечена память Николая Фёдорова. И это очень приятно. Пока мы помним их, они живы с нами. Почтить память солдат пришли не только родственники и ветераны боевых действий, но и чиновники, депутаты, студенты и юно-армейцы. В колонии с матерями и жёнами к мемориальному комплексу святы возложил и глава региона Алексей Русских. Сотни алых гвоздик напоминания всем поколениям о страшных кровопролитных сражениях прошлого. Те, кто своими глазами видел ужасы военных операций, желают только сил и здоровья нашим современным защитникам Отечества. Тем, кто отдаёт долг Родине на специальные военные операции. Сегодня вот то, что наши ветераны афганской войны на примере отцов и дедов наших воспитались, воспитали за собой поколение, которое вот достойно сегодня выполняет специальную военную операцию. И, конечно же, молодое поколение должны равняться на своих героев. Сегодня герои наши – это специальные военные операции. Мы сегодня должны все вместе, и простой народ, и ветераны боевых действий, и подрастающие поколения, мы должны все поддерживать наших ребят. Помимо митинга-реквиема, память погибших солдат почтили на концертах в ДК «Строитель» и 1 мая. Напомним, что в войне в Афганистане принимали участие более 4 тысяч ульяновцев.